Кинезиология Звонил, да, я записал его данные Ждет твоего звонка, чтобы... Да, ну, будет еще пару-три года, дай позвоню Ну, в принципе, разница небольшая Итак, с прикладной кинезиологии мы начнем общее понятие Значит, как бы цель и задача Первое, прогноз установки и прогноз симптомов Функциональных симптомов, которые позволяют оценить физиологические функции пациента И, исходя из результата, который мы получили Который мы получаем Мы имеем возможность воздействовать на те или иные симптомы С точки зрения их реализации Изменения того или иного процесса патологического То есть, на самом деле, это, опять же, вот К вопросу нашей дискуссии Это, опять же, новый подход к здоровью человека Причем, вот смотри, ключевая фраза Он основан на, даже есть такой термин Мультидисциплинарный подход То есть, слово понятно, да? Множественные дисциплины Мы вот фиксируем, это будет в нашем определении Мультидисциплинарный подход Да Это хорошее слово, да Не авторское метод, да, это хорошее слово То есть, а то еврейскую медицину, я думаю, мы сегодня сократим Так, ребята, девушки в терминологии Вы опять сбиваетесь на термины Сутки не в терминах Назовите как угодно Я говорю, когда я забрел вот этот новый массаж лица Вчера студентам показывал У меня одна девочка там есть в группе Она сделала ботокс Я ей говорю, я говорю, молодая девчонка Я говорю, не, ну зачем ты это сделала? Я тебе сделаю лицо гораздо лучше Без всякого ботокса руками Вот Ну, я смотрю, она как-то что-то так Вот И вчера была, ну, демонстрация массажа И заодно я говорю, ну давайте вот Время есть, как бы, ну то не все Что вы хотите, вот я вам сейчас покажу Как меняется Что может, что можно делать человеку руками Вот эта вот методика, что я говорил Помнишь, я придумал, да? Опять же основанная на Вот ты говоришь Я не знаю, как это назвать Но я знаю, что происходит И вот Легла женщина На массажу там, ну, средних лет Там где-то, может быть, за 50 Соответственно, лицо подходящего возраста Все нормально Ну, вот я говорю Посмотрите, как она выглядит Через полчаса она встает У них у всех Включая пациентку Отвисает челюсть И вот эта вот Нигра, которая Переживает о своем лице Хотя я не знаю, о чем там перезать Она посмотрела, она говорит Я даже в мыслях себе не могла представить Что такое может быть А что это? Я говорю, я не знаю Это сочетание методик Того-того-того-того-того Плюс Мои личные ощущения Биоанергетические Объяснить это Невозможно Я не могу Я могу понять, что происходит Чисто физиологически Но я не могу это объяснить Не могу этому не учить Это мои личные ощущения Понимаешь? Мы можем описать Те, которые начнут это делать Так же ничего не получится Естественно Потому что это Это можно назвать как угодно Можно назвать Способность текста Сенсорика Биоэнергетика И так далее И так далее Повторить это невозможно Другому человеку Почему? Потому что ощущение Я говорю, да Если я встречу человека Который чисто энергетически Будет воспринимать точно так же Как я Я могу ему его научить Но поскольку Такого человека В принципе Может и не быть То Технику показать Пожалуйста Но человек это Никогда в жизни не повторит Понимаешь? Вот это вот И потом Стоит результатом Да Стоит может Нет, ну конечно Я ее провожаю И мы уже идем Она мне говорит Слушай, вот когда ты говорил Я не представляла Что на самом деле Это такое может быть Вот то, что я говорю вам Я так понимаю Что да Вы же не обманывали И что действительно Такое быть Но реально себе представить Было невозможно Пока я не увидел То же самое Понимаешь? Поэтому Возвращаемся К прикладной кинезиологии Это ситуация Которая связана С Мультидисциплинарным подходом К здоровью Причем Этот подход Основывается Он не просто Выбирает Как бы Вот там 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 Лишь бы А он Имеет свою концепцию Которая основана На функциональном Исследовании Пациента Включая Его Динамику Мы это потом Запишем Слово Просто Определи Которому Мы вставим Нет проблем Динамику Работа Его мышц То есть Его мышцы Работают Когда При любом Изменении Позы Ходьба Объем Движений Статическая Статическая Поза Динамическая Поза То есть Как он Передвигается И как он Ставит Своё тело Вот То есть Плюс Стандартные Методики Которые Известны В классической Медицине Вот когда Вот это Всё Объединяется Мы делаем Соответствующий Результат То есть С одной Стороны Это Физиология Мышц С другой Стороны Это Мышечная Неврология С третьей Стороны Это Мышечная Не Кардиология А Как это Сказать Кровоснабжение Лимфоснабжение Определённых Мышц И так далее То есть Ну и Соответственно Реакция Нервов То есть Нейромышечная Работа Нейромышечная Регуляция Так скажем Вот То есть Опять же Сочетание Получается Значит Причём Вот Смотрите Как Вы говорите Как развивалось Вот Кому-то Пришло В голову Посмотреть А что Будет Если Он Посмотрел Он Как бы Написал Другой Посмотрел Что будет Если Вот К этому Прибавить Ещё Скажем Ситуацию Связанную С воздействием Нервов На мышцы Да Как Лягушку Нажали Мышца Дёрнулась А почему Она Дёрнулась Именно Вот так А не В другую Сторону И почему В одной Лягушке Мышца Будет Дёргаться Так А в другой Она Будет Дёргаться В другую Сторону Что И так Дали Вот Когда Вот Эти Специалисты Начали Это всё Наблюдать Создавать И Описывать Тогда Родилась Совершенно Новая Область Вот Из Кусочка Там Взяли Там Взяли Объединили Дисциплины Не получилось Вот это Слово Которое Сельский Задуга Это вещь Очень модная Это Как ты Можешь Почерпить А вот Например Да Ир Подольская Скажем Какое-то Время Назад Там Они Тоже Занимались Кинезиологией Так Вот Там В этой Кинезиологии Кэрн Наклеивали Какие-то Пластыри Да Кинетические Пластыри Продаются Суперфармы Это Ленты Такие Да Это Обычное Тело Теоретически Да Но Вот Это Как раз Тот Вариант Который Спортсмен Да Который Не Является Лечебным Почему Я вам Расскажу Позже А Зачем Наклеивать Почему Можно вопрос Вы потом Можете Нарисовать Бумажку Или сейф Вот После Курса Ну Что Прошла Курс По Кинезиологии Конечно Проблема Умеет Мое Полное Право Почему Я Нарисую Я Официально Оформил Я Кстати В Немо Центре Думаю Планирую Запустить Курс Кинезиологии То есть Два Три Диплома Вполне Тебе Могут Быть Зачем Вообще Не Вопрос Потому Что С дипломом У меня Проблема Есть Так Пожалуйста С диплом Вторая Степия Математика Абсолютно Серьезно Причем Это Будет То Что Будет Почему Давид Обвесил Своими Дипломами Стенку Причем Я Не знаю Зачем Пропущу Нет Я Не Об Этому Я То Самое Сделаю Тебе В плане Того Что Можно Бумажечки Скопировать Бумажечки Скопировать Можно А Принести Какие Нибудь Какие Нибудь Раздавочные Материалы Да Так Вот я Скопирую Вам Немножко Позже Когда Мы Войдем Не Бумажечки А я Скопирую Схемы Ну Вот Типа Такое Дело Все В том Что Там Во-первых Слишком Сложно Во-вторых Слишком Много Вещей Которые Не Нужны Да Знаешь Специалист По кинезиологии Все Мастер Леки Я Пошла Напоминаю Хорошо Значит Нет Специалист По кинезиологии Больше Ничего Учитывая То Что Само Кинезиология Это Мультислеминарный То есть Туда Входит Все Понимаешь Оно Модно Сейчас Оно Звучит Оно Почитаемо Все Везде Насылки Люди На А Кинезиология А Пошли Кинезиологи И Вот Самое Смешное Самое Смешное Вдругом Самое Смешное Что Когда Возник Ваш Вопрос В плане Этого Курса И Когда Возник У меня Сразу Появились Мысли Я там Внимание Предложил Что Давайте Мы сделаем Ну раз И стал Собирать Материал Я вдруг Обнаружил Вступали Кинезиологию Не просто Каждый Специалист А Каждый Ученый Тракнул Совершенно По-другому И там Такая Каша И там Такая Каша Там Остеопатия С кинезиологией И это Вот Все В кучу И потом Еще Сверху Причем Это Специалисты Которые Это Преподают Которые Считаются Профессорами В этом сфере Они Все Сволили В кучу И Работают И вот У меня Казалось бы Да Вот В России Ну Профессор Она Не то Не то Чтобы Основатель Но Основатель Русской школы Кинезиологии Васильева Такая Вот Когда я взял Ее материал Я открываю Ее книги Я читаю Я смотрю Что она говорит У нее Смесь Точного Массажа То есть Она Все это Основано На знаниях Точек Восточного Массажа То есть Воздействие на Точке И все Как бы Раскрывается Так это Без нее Не кинезиология Это Работ Точного Массажа Потом Вдруг Выплывает Что она Значит Воздействует С определенными Участками Крайне Сакральной Системы То есть Я читаю Не могу понять Где здесь Кинезиология Это Сочетание Одного Второго Третьего Методов Ну Назвали Ты можешь Специалистом По истине Кинезиологии Нет Нет Истины Это Каждый Каждый Вот смотри Что ты говоришь Сэр Каждый Вот он Выбрал Для себя Вот он Так считает Ему так Удобно Он так Делает Он это Так Называет Причем Что Интересно Да Есть Прикладная Кинезиология Есть Эстопатическая Кинезиология Есть Кинезиология Сочетанная С крайне Сокральной Терапией И так Далее То есть Кинезиологии Настолько Много Я нашел Одну книгу Французов Где Кинезиология Описана На уровне Биоэнергетики То есть Там Вот То что ты говоришь Их вообще Сносят Крэнки То есть Просто Они начинают Описывать Духовные Энергетические Духовные Влияния На Как должен Дышать Как должен Там Себя вести Как должен Спать Специалист По кинезиологии Чтобы Воздействовать На свой пациент У меня Вообще Глаза Раскрылись Причем Вот такая Монография Где Описывается Вплоть до того Что вот Если перед сеансом Он там Съест Кусок Там Такой Такой То Вот Еды У него Ничего Не получится Какое Отношение Это Нельзя Моги Поверь Мне Это Профессура Это Серьезная Монография Профессура Как Это С точки Звени Созуру Это Профессура Да Причем Это Вот Это Французская Клиника Вот Это Их Материалы Вот Они Отнесут На Мой Взгляд Вот К Прикладной Медицине Прикладному Лечению Это Полный Бред Но Тем Не Менее Я Думаю Что У них Такое Наличество Народа К ним Рвется И Это Настолько Немало Стоит Есть Еще Пример Название Отличается От Ситности Я Когда В Ридман Отходил Бирал Курсы И Там Был Еще Курс Один Да Попробуйте Весьма Там Еще Шоколад Не Вик Не Я Смотрел Какие Курсы Там Был Еще Один Шведский Массаж Я Думал Глубинный Массаж Шведский Там Что Такое Смотреть Программу 2015 Курс Потом Шведский Массаж Абсолютно Другой Абсолютно Совершенно Другой Полин Который Учился Какое Делает Нет Она Шат Да Она Там Она Училась В Ридмане Два Бодли Три Бодли Училась Училась У меня Несколько Студентов Которые С Ридмана Пришли В Нюно Ко мне Учился И они Вот так Смотрят Поначалу Поначалу Пришли Типа Грамотно Потом Когда Они Смотрят Боже мой Чем Выкинули Столько Денег Все Понятно Просто И Как бы Пробереженно Я не буду там учить Два года Или три года Все 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 К Шведскому Ни к Швеции Ни к шведскому Ни к шведскому Ни к шведскому Абсолютно Как Венгейте Проблема Таких курсов Венгейте Тоже Очень Сложная У меня Вы Пациентки Оттуда Проблема Таких курсов Заключается В том Что Они Дают Все И Когда Студенты Начинают Все Учить Они Ничего Не запоминают Материал Огромное Количество И Потом И Они Не понимают Что Самое Интересное И Выбрать Из этого То Что Им Нужно Они Не Могут Они Забывают Все И Приходят Практически Работать Они Не Понимают Что Делать Поэтому Я Выберу Почему Я Количество Ветериал У меня Стеллаж Уже По Поводу Я Выбираю Именно То Что Дает Практический Эффект Дави Тебя Ждать Так Вот Основные Принципы Тебя Ждать Нет Я Ждала Что За Шоколад Основные Принципы Кинезиологии Первое Это Всегда Основополагающий Принцип Целостный Подход К организму Второе Значит Да Целостный И Индивидуальный Я бы Даваю Второе Значит Аркадий Прошу Прощение Вам Просьба По Желанию Если Можно Побольше Выдавать Нам Сейчас Слов Которые Будут Вписаны В Я Буду Выдавать Слова Вы 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 Второе Второй Подход Или Постулат Как бы Да Это Первичность Мышечной Слабости Слабости В ответ На Любую Патологию Любой Дисбаланс То есть Что Тинезиология Считает Первичной Реакцией Организма На Проблему Мышечная Слабость То есть Имеется Ввиду Что Неважно Что Поломалось Сначала Будет Мышечная Слабость Да Но Это Мышечная Слабость Показывает Где Поломался Что Совершенно Верно Вот Это Третий Момент То Что Я Передел То Есть Вот Опять Слово Которое Вам Понравится Слово Сочетание Специфическая Ассоциация Каждой Мышцы С Определенными Структурами Человеческого Организма Причем Не только Структуры Специфическая Ассоциация Мышцы Той Или Иной Мышцы С Структурами Человеческого Организма Не только Со структурами Но и Биохимическими Процессами И Видами Психической Деятельности То Соответственно Обратный Вариант Любое Изменение В этой Сфере Влечет За собой Мышечную Реакцию А Обратный Например Усиление Мышц И Обратный Само Собой То То Накачивание Мышц Приводит Принцип Обратный Смази Да Совсем Наверное Подумываться Сынтези Шведского Массажа Кинезиология Ну Так Все Сочетали Все Сочетали А в итоге Все зависит От конкретных Рук Которые Это делают Так вот Давайте Сегодня Немножечко Пробежимся Более Подробно По Этим Позиции Закончим Значит Целостный Подход К организму Что тебя Очень Заинтересовало Значит В чем Особенность Этого Стулата Кинезиологии Это Рассмотрение Человека Как Единого Целого Сутили В связи В неразрывной Связи С Природой С макроорганизмом Причем Что интересно Что это Этот постулат Присущ Абсолютно Всем Философским Течениям И в том числе Медицинским Течениям Как европейским Так и Восточным Так и Буддийским И так далее То есть Там человек Представляется Как бы В классической Медицине Человек Представляется Как Объект Воспринимающий Сигналы Окружающей Среды Через Органы Чувств Восточной Философии Он представляется Как часть Мира Который Поглощает И пропускает Через себя Энергию Космоса Энергию Пространства То есть Он Вселенная Поэтому Его Можно Рассматривать Как Частицу Или как Микрокосмос Или как Микровселенную Связанную С Окружающей Средой Причем Его Здоровье И болезни Напрямую Зависит От Ситуации Обменной Энергией С окружающей Средой Причем Опять же Это Не только Постулат Восточной Медицины Но совершенно Четко Коррелирует С Классической Медициной Потому что Если Человеку Нарушены Какие-то Какое-то Восприятие Окружающей Среды Он Однозначно Нездоров Согласны Мы-то Согласны Медицина Согласна А Записать Среди Формулировки А Чем Время Ну Ты же Записываешь Ну Да Соответственно Зависимость Обмена Человек С окружающей Средой Средой Она Проявляется Не только В его Энергетических Моментах Но и В особенностях Его Обмена Веществ И Особенностях Его Адаптационных Состояния Адаптационных Реакций К окружающей Среде Вот этот Момент Который Для вас Принципиально Абсолютно Почему Потому что У ваших Пациентов Ситуация Нарушена Нарушена Ситуация Адаптации Ребенка К окружающей Среде Соответственно Проблемы Связанные С Его Восприятием Мира Напрямую Поскольку Его Состояние Восприятия Окружающего Мира Напрямую Зависит От тех Процессов Которые Идут В нем Вот это Совершенно Четкое Доказательство Того Что Аутизм Это Заболевание Однозначно Это Стоит Записаться Что Аутизм Заболевание Ну тут Именно В этой Формулировке Нет Что Это Не Особенность Психики А что Это Не Естественное Нездоровое Стояние Самое Главное Самое 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 Важное Вот Аутизм Это Особенность Психики То Это Лечить Не надо И Вот Это Естественно Тут Говорится Другое Секунду Нет На этом Не Заканчивается Нет То Что Это Естественное Здоровье И мы К этому Приводим Происходит Нарушение Всех Процессов Включая Процессы Обменные Включая Процессы Гомеостаза Включая Процессы Формирования Органов И систем Включая Процессы Клеточного Синтеза И так Далее И так Далее То есть Бой Происходит На всех Уровнях Спасибо Аркадий За то Что Сейчас Вы Нам Подсказали Очень Ситуативно Нужную Для нас Сейчас Вещь Формулирую Того Что Аутизм Это Заболевание Которое И лечится И вылечивается А не Просто Богом Данная Особенность Человека Как Дети Индиго С Сковородкой Сверху Пристепнуты Это Заболевание И оно Лечится Хорошо Мы тебя Потом Послушаем Так вот При изучении Скажем Особенности Человеческого Организма Группа Ученых Ну скажем Тогда Исследователи Выявила Что На самом деле В организме Существует Наиболее Чувствительная Или Наиболее Реактивная В плане Слова Реакция Не скорость А реакция Да Наиболее Реактивная Структура Которая Реагирует Моментально На дисбаланс В любой Системе И это Структура Мышцы То есть Мышцы Это структура Вернее Мышцы Оказались Наиболее Чувствительной Так скажем Да Слово Чувствительной Структурой Которая Реагирует На Любое Изменение Баланса Баланса В плане Здоровья Болезни В организме Причем Реагирует Своим Услаблением Вернее Основана Практически Работа Кинезиолога Поскольку Почему так происходит Да Потому что Взаимосвязь Существует Взаимосвязь Определенные Мышцы Определенных Мышц С И С Позвонками Раз С Группами Сегментов Позвоночных Которые На которых Замыкаются Группы Спинномозговых Нервов Которые В свою очередь Замыкаются На определенные Органы Системы То есть Получается Да Мышцы Позвонки Нервы Спинномозговые Органы Системы То есть Получилась Единая Система Объединяющая Все это И Как только Происходит Нарушение В одной Структуре Так Автоматом Идет На другие Структуры И Конечная Доступная Нам И Осязаемая Реально Руками Структура Которая Показывает Это Мышцы Причем Реакция Направлена На то Что Эти Мышцы Ослабевают Значит Надо бы Перевести Вам Сделать Эту Табличку Как Можно Ручку Я Помечу Эту Табличку Только Нужно Перевести Потому Что Все Мышцы На Латыни И Это Я Вам Сделаю Один Экземпляр А Для Струк Кто Придет Вы Разможете Нет проблем Нет проблем И Дальше Можно Будет Ити Глубже Может Мы Остановимся На Этому Пока А Можно Сегодня Что-нибудь Практическое Делать Будут Практическое Ну Смотрю Например Как Снимать Спастику За Крызными Глазами Все Зависит Тот Мест Ну Сейчас Пошли Ну Туда Пальчу Раздвигай Че Спастику Надо Снимать С тебя Снимать Спастику Нет Сейчас С тебя Я буду Смотреть С меня С Будет